good morning доброе утро дорогие друзья доброе утро сегодня сегодня 17 сегодня 17 апреля 2022 года мы все еще в решикиши индия и вчера саши сидел с друзьями ужинал мы с дашей ужинали в кафе на мосте а он с друзьями с немецкими из бывшего гдр в джерман беккере это в конце лакшман джулы ужинал и вот он говорит что несколько раз они сказали по хинди что мост закроют в 10 вот вот есть и дейтел хинди лэндвич дейвил close the bridge ten o'clock да 8 он пошел друзья живут на той стороне поэтому они там остались он пошел а его уже не пускают на мост он будет как так ну во первых очень странно для для иностранцев например вообще непонятно потому что они говорили по хинди что мост перекроют в 10 но 8 уже перекрыли они ведь ну нам начальство сказала он говорит ну пустите нас там еще кто-то был там с чемоданами приехали вот представляете что потом делать а сейчас он вообще этот мост закрыт у меня сломалась приближающая камера поэтому я сейчас вам это не приближу но поверьте людей сейчас там нету и он сказал что пустили лодочки с этой стороны на ту сторону от нас переправа теперь вот такая будет я правда не вижу куда он делся она вот эти видимо лодочки где-то должны продаваться билеты вот саши покупает билет не знаю сколько стоит лодка лодка касса how much one ticket но проблем one time я так понимаю что 50 рупий на одного человека лодка маленькая просто там-то большие лодки по час 50 до на рам джулия 10 рупий но там большие лодки вот ну что поделать вот дашенька вчера себя плохо чувствовала и с утра я ее не решилась будет потому что она мне обычно пишет я ее уже не тревожу не бужу ничего не беспокою она мне обычно часов десять пишет вы уже проснулись куда пойдем что делать будем сейчас не пишет не пишет не пишет вот я посмотрела вконтакте она заходила три часа назад онлайн теперь опять видимо просто восстанавливает силы я не хочу ее перед дорогой дергать и беспокоить вчера она также поздно проснулась пришла и говорит мне не хорошо но он на ее балкончик смотрю балкончик закрыт никого нету пусть спит какая говорит страна наши говорит индия так нас по моему будут одевать жилеточки повод покататься совершенно перекрыт они значит пару лет назад они запретили там ездить байком и сейчас они как они будут его ремонтировать он уже уже это свой срок годности и сжевает его надо чтобы он не рухнул немножко подремонтировать слишком много людей тут выгуливается мы вообще с дашей хотели с утра делать шарики кормить рыб вот на ее хате на ее ступеньках я тесто уже вчера сделала не знаю надо успеть пока тесто не попортилась без холодильника да нож наверное недолго пролежит надо шарики хотя бы накатать и высушить всего трех человек привез не так-то понятно конечно а это просто прогулка и целый он и волкин папа ай-соди гринга садар сайдези зору клайк такси я думала это как такси в общем не тут были разные условия вот это вот две минуты всего катается раньше 225 минут некоторые катались за 400 рупий вот надо спрашивать люди заплатили чтобы получить контракт вот на лодочках а вот на этом на таком мы поедем такой же как и на рам джулия большой бот ну и слава богу без жилеточек но в том смысле слава богу что рюкзачок мне не надо снимать жилетки это конечно нужны спасательные она будет хочу такой вот деловой то самый нам сказали в очередь в очередь и сайт еще в сторонку чтобы пропустить этих людей чон нас обогнал тут его палкой мне вот интересно куда мы поедем может быть мы поедем туда в сторону рам джулы это было бы вообще здорово прикольно я за любой кипиш всегда чего пробочками не закрыла вот они видите они середины реки набирают бутылочки с водой с водой с ганга ватер вот везут бутылки из середины реки потому что она там чище конечно пошли в начало а сунда хорошо далеко говорит не уходим и должны скоро выйти здесь что так это так ну жилетки вон на всех есть жилетки если если что вот здесь я каждый вечер когда смотрим пуджу наблюдаю как хозяин лодочки делает вот вечером тоже свою пуджу для своей лодочки покажи мне тикет шуме тикет вот так вот выглядят билетики звери наука латра все нам оторвали половинку чтобы мы ни с кем не поделились наш драйвер всех попросил пересесть туда поближе к нему вот отсюда передвинулись для баланса наверное ну сажи сказал нас только вот на ту сторону перекинут а я уж думала мы кран джуле съездим кран джуле съездил вот 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 Саша засекает, он говорит пару минут, две-три минуты, я говорю нет, одна, одна. Он говорит одна минута уже закончена, полторы короче. Это все, это все, аттракцион закончен. Бычок такой лежит, тоже ждет, ступеньки прямо в воду поставили. Ну конечно тут пока не приспособлено, не знаю, ожидали они или нет такого, минута сорок, ой-ой-ой. Хорошо так расположился. Во, сколько раз с той стороны мы снимали этот берег. Very simple, да, наверное. Ага, да уж симпл тут. Мастер-класс. 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 А вот здесь мы были с Дашей в этом храме. Вот закрыли, перекрыли. Они отсюда будут делать новый мост. Этот уже старый, и вот они копали здесь, и вот там возле моста копали с той стороны. Сейчас сделают новый подвесной мост. Ступеньки-то тоже тут порушились как-то быстро. Авокадо-веджетабл сэрвич, ну, як чиз, як чиз. Да, и джинджер-лемон-ханье-чай, окей? Як чиз, да? Грильт, да. Як чиз-веджетабл сэрвич за 130. Самый себе вот дорогой выбрала. А этого нет у них. Он хотел омлет. Я говорю, нет в меню. Он говорит, ну, я спрошу. Может быть, у них из-под полы продают. Из-под полы у них тоже не продают. Ну, и так. И чай я заказала. Джинджер-лемон-ханье-чай. 50 рублей. И 130. 180. А вот, дидиода. Панкейк, да и хэп, где? Покажи, ВВ. Он, блин, себе заказал. Панкейк с бананом. А я сыр люблю. Нашли, нашли мы панкейки. Банана-панкейк с медом 100 рупий. Лемон-шугар-панкейк 90. Шпинат. Со шпинатом даже есть панкейк 120. Шпинат-чиз-панкейк 150. Просто с сыром 130. Нутелла-панкейк 130. Раунджон, Раунджон? Да. Хорошо. Ты не пахнул? Нет. Я не пахнул. Говорит, ты не куришь. Слава тебе, Господи, не курю. Боже, мне даже страшно на них смотреть. Там такой низкий-низкий бортик. Пойду показать. I want to show. Поборю в себе страх высоты. Или не поборю. У меня мама, когда поднялась на Исаакиевский собор со мной как-то лет 7-8 назад, она вот так вцепилась в колонну. Ну, кто был на Исаакиевском, знают, да, как там вообще-то страшновастенько подниматься очень долго. Вот так вцепилась, и я ее там, наверное, минут 10 ждала, пока она просто пальцы разожмет. Вот. Честно говоря, мне страшно. Так. Но проблю. I wanted to see. Я хотела посмотреть краешек. Ага. Окей. Thank you. Все, мне можно идти назад. Вот, показала вам пустой мост. И вот здесь везде открываются окна. Обезьяны тут скачут, могут зайти, могут угоститься. Саши говорит, вчера все было занято. Все-все-все-все-все-все-все. Потом, говорит, вот освободилось вот там место. Мы, говорит, бегом перебежали. Он с ними же, с этими ребятами. Ого, ничего си. Какой красивый. Хани-то свое, мое, хани-то. They gave me honey. Ну, ты, папа, ты слишком много кушаешь. С медом, говорит, еще. Я заказывала джинджер, лемон, хани, чай. You want little bit? Конечно. Половина, да, half-half. Наслаждайся. Банан вкусный. Да. Я уже, конечно, соскучилась сама готовить бананы, сама готовить вообще еду. Пока что у меня верх моего кулинарного искусства это яйца в чайнике. Яйца в чайнике каждое утро. Давай, давай. А, ну, видео. Ну, видео, ну, коммент. Ну, давай. Скормил все бананы мне. Я говорю, крути ролл. Он говорит, я хочу блин без бананов. Веритесте, да. Хорошие, кстати, бананы. У них вкусные. Я думаю, это зеленые, которые. Давай. Ну, обляпал, обляпал меня. Ешьте, не обляпаетесь. Поздно. Ему чай поздно принесли, а мне сэндвич. Ну, не так, чтобы поздно. Но чай ему принесли поздно. Уже съел свой. Это бранч. Да, это обед практически уже. Не солено. Все, 12 часов. Практически, да, это был наш обед. Пока-пока. Давай еще раз. Чао. Пока. Чандигарх, дейгоинг? Чандигарх? Они сегодня уезжают в Чандигарх. Вот интересен в Чандигарх. Это современный, говорит, город. Я говорю, что там интересного есть? Говорит, ну, такого и старинного ничего нет. Слушайте, смотрю вот все это время, что тут часа полтора сидели, болтали. Люди подходят и с багажом еще что-то. Они же привыкли по этому мосту переходить. Они, конечно же, в шоке. Что дальше-то делать? Так что, если на эту сторону хотите, через Лакшман Джулу, через Ран Джулу переходите. Или на лодочке переплывается. И теперь, я думаю, это надолго. Я думаю, это сейчас уже долго. Они теперь, говорят, будут делать новый. Так, может, целый год займет. Ну, позавтракали, называется, на дорогу. Сто туда, сто обратно. Не, ну, все равно с ребятами вот попрощались. Пообедали. Это тоже к воде вот этот выход. Очень крутые ступеньки. Прямо так вообще, как на курорте. В одних трусах. Лез здесь борт. Давай этому, этой лодке дадим пройти. Ну, Дашулька прислала сообщение, да, что она все еще слабенькая и до вечера будет отдыхать. Ого, ого. Давай, давай. Нет, нет, я не бегу, не бегу. А там девчонки кидаются песком. Хорошо, девочки, не кидайтесь пока песочком. Ну, тоже что-то, да, что-то новое, что-то интересное. Новый, новый путь. Да, есть, сэр. Смотри, говорит, на ступеньке. Я тут, я тут. Осторожно, скользко, и тебе, и мне. Не очень удобно этот, конечно, вот этот вот путь, но лучше, чем ничего. Ого, 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 да. Ого, ого. А где, ава, ава, бот? Наши боти, они там большие. Ага. Даже если мы должны ждать, мы ждем. Мы не можем. Ага. Сколько народу? Ничего себе. Столько мух. Мух, муфи на тебе. Мальчик ищет красивые кадры. Фотографирует камушек, волны. Девушку свою. Мы, может, даже не поместимся. Она одна, видимо, туда-сюда курсирует. Следующий заход, может быть, много народу. Оказалось, они тут все перед нами в очереди сидели. Орут вошли, вошли в роль. Орут и орут. У них еще манера без очереди. И вон они без очереди идут. Саши уже там кого-то, кого-то сказал, идите в очередь, молодежи. А взрослые не послушают. С маленькими чемоданами еще куда-то не шло. Двигайтесь, двигайтесь. Всем надо. Двигайтесь, двигайтесь. Двигайтесь, двигайтесь. Двигайтесь, двигайтесь. Двигайтесь, двигайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...